Всем привет! Мы едем сейчас без Алисы по делам, и она решила с нами быть на связи. Поэтому она нам звонит и по громкой связи с нами говорит. Ты снимаешь? Да, я снимаю. Мама снимает, так что можешь что-то рассказать. Я сейчас еду к семейному врачу, потому что мне семейная врач сказала к ней приехать. А завтра мы уезжаем, будем сегодня собирать вещи. Завтра рано утром загрузимся в машину все вместе и поедем. Останется только кто-нибудь с животными, Настя или Катя. А куда мы уезжаем? Уезжаем мы в Киев, потому что мне надо идти к врачу-аритмологу. Я не могу жить с этими перебоями, они ужасные, их очень много, надо что-то делать. И, ну, честно, у меня из-за этого очень плохое настроение. А почему мы едем все вместе? Потому что бабушке заодно в Киеве надо обязательно посмотреть печень. В том кабинете, где и когда-то делали эластографию печени, там еще смотрят на фиброз, чтобы не начался цирроз, потому что у нее опять больше, чем 200 АЛТ, АСТ, ну, очень большие цифры. Опять что-то с печенью, опять она разрушается, в общем, дурдом, дурдом солнышко. Я очень устала от этого всего. Я думала, я видео вообще никакое записывать не буду, но все-таки вы должны знать, что у нас происходит, потому что вы наша вторая семья. Поэтому я рассказываю, что вот сегодня надо сложить вещи с собой. Вещей много брать не будем, что-нибудь Алиске переодеться. Возможно, мы заночуем в Киеве, если там устанем завтра, потому что надо и кардиологу, и на вот эту печень посмотреть. Причем печень мы посмотрим и бабушке, и мне, и Косте, потому что у нас у всех троих есть ожирение, у всех троих есть проблемы со здоровьем. И у меня в моих последних анализах тоже повышенная ЛТ, АСТ, ну, не так, как у бабушки, но, тем не менее, тоже повышенная. В общем, такое, придется заниматься здоровьем. Так, мы уже вернулись домой, по дороге подхватили Настю, и даже уже с ней поменялись. Настя сейчас поедет за продуктами, она что-то хочет приготовить нам в дорогу, помочь. Да, сырники, котлеты. И, короче говоря, Настя остается дома и за животными, да, ты присмотришь? Да, а как я приеду? Мне машину до сих пор не видала, она же на ТО. А, блин. Я же завтра ей сделают, мне не видадут, и я так... Так завтра должны же отдать, да. Ну, как что, да. Да, Настя на машину на ТО, поэтому мы за ней заезжали. Вот, и, короче, мы уже вернулись домой, я вам ничего не рассказала, что мне сказала семейный врач. Ну, по сути, тут рассказывать можно долго, она так смелась с меня, говорит, «Вы такой пациент, что вам надо приходить и записываться на подольше времени». Тебе абонемент треба, а не на подольше, блин, уже... Знаешь, я к семейнику один раз ходила, когда ковидом болела. А, это вот я, она хорошая врача. Да, да, семейная врача. Она сказала, вы записывайтесь, скажите, что вам надо побольше времени, потому что у меня букет проблем, понимаешь? И смеяться она начала на моменте, когда я сказала, что у меня вот и лицо обсыпало очень сильно, но потом меня покусал енот. И она такая, как начала с меня, говорит, что у меня за пациент. А с ней рядом сидела Света, там работает. Света меня знает, она мне холтер ставила. И она же меня смотрит тоже. Она говорит, вот до сих пор, говорит, не верю, что Надиной мамы нет. Говорит, я до сих пор по ее рецепту закручиваю огурцы, говорит, представляешь? Вот, и я говорю, да я же говорю еще и видеоблогер. Он говорит, а Света говорит, а я все знаю. Ну что, енот покусал, я знаю. Я говорю, он Света меня смотрит. А мне вообще, я же тебе тоже говорю, что вот эту самую презентацию я делала в университете. Все люди, как люди, навчают, что там у меня какой-то дипломчик из универа. Все, как бы, ну, вдома сижу, что-то, и я, кака, блин, мы живем у меня как-то очень занадто насыщенно. Насыщенно, да. Да, Настя там начала. Ее спрашивал преподаватель? Ага, спасибо. Не, мы не питали, мы делали самую презентацию. Ну да, делали презентацию, и типа все рассказывали там, кто как. Ну, люди учатся, сидят дома. А Настя начала рассказывать, что она там ездила и в Италию, и работала на баре, и то, и все, и, короче. Так да, просто из-за всего, знаешь, какие-то люди я малювала, и не в тишки эти робила, там ше, что-то такое, ну, типа, готовить вот эта вся выпечка, то, что я там развалювала джинсовки. Ну, у меня просто этапами, знаешь, дуже разные захопления. Это же гораздо лучше, чем просто сидеть дома. Так вот, я ей говорю, у меня сыпало лицо еще. Но говорю, сейчас уже лучше, потому что, когда меня покусал енот, я пропила такой-то антибиотик, и вот он мне реально помог. Она говорит, может от хеликобактера сыпать лицо. Ну, вот это, когда гастрит, бывает хеликобактер. Не, не факт, не знаю. Последний зонт делали, сказали, что нет, полгода назад, да. Так что не знаю. Ну, тогда меня еще сыпало. Меня же позже енот покусал, понимаешь? И помог мне именно антибиотик, так что я не знаю, в общем. Ну, в общем, она сказала, что пациент ей интересный, и у меня надо она побольше времени. Надавала мне кучу направлений. Просто поговорить. Да не просто поговорить, а узнать, посоветовать. Булочку забыли. А, ты как трынди. Она и меня ждет, наверное, а не только булочку. Слышь, трындишь, говорит, поговорить с дочерью нельзя. Ну, и, в общем, я получила вот на руки кучу направлений электронных. К эндокринологу, к гастроэнтерологу, сделать на зонт направление, к кардиологу, к гинекологу. Мне надо пройти всех этих врачей, короче, сдать кучу анализов и вернуться опять к семейному, потому что у меня пониженный гемоглобин. И первое же, что она мне записала, это анемию. Ну, я как бы знаю, что он уже давно пониженный, но она сказала, что это довольно серьезно, и надо вообще искать причину. И это может даже быть, ну, вот, плохим самочувствием из-за этого у меня может быть. Ну, и плюс надо узнать, не начался ли еще диабет, потому что я практически 100 килограмм. Я вес набираю, там и гормоны сдавать надо. Ну, в общем, целую кучу всего, надо разбираться. Я пока непонятный пациент, непонятно, что у меня происходит в первую очередь. Как бы либо диабет начинается, либо с гормонами что-то не то. В общем, я сложный пациент, и мои перебои даже очень, возможно, идут по части спины. То, что у меня болит спина, потому что я ей сказала, говорю, ну, вот я переворачиваюсь сбоку на бок, или встаю, и они включаются. Вот эти через каждые два удара сердца начинаются перебои. Она говорит, очень похоже на неврологию, очень похоже. Говорит, вам на левом боку вообще нельзя лежать, на котором я вечно лежала и монтировала. Монтируешь правой рукой, а лежишь на левом боку. Короче, сидя, теперь буду это делать. Ну, давно надо было сидя это делать, мне-то уже давно говорили. Может, я сама себе беды наделала. У меня вся правая сторона болит, там, ткнуть в ребра даже нельзя. В общем, ладно, все эти проблемы решаемы, надо их просто решать, и я вечно чем-то другим занята. И вот пришло время, когда организм просто заорал, что всё, всё бросай и занимайся здоровьем. Поэтому вот так вот сейчас будет со влогами. Ну, возможно, завтра будет интересный влог из Киева. Мы же едем вместе даже с Алиской. Может быть, мы что-то там снимем и переночуем. То есть я думаю, что какой-то интересный влог из Киева я всё-таки вам привезу. Так, у меня есть вот такая вот полочка, на которой всякие интересные книжечки есть. Я думаю, что это как раз то, что можно взять с собой для Алисы, потому что много чего брать я не хочу, но чтобы ей было чем-то там заниматься в Киеве. Сейчас что-нибудь найдём. Такое, чтобы такое ей найти. Принцессы, она не очень принцесс. Одень медвежонка Тедди. Вот это вот может пригодиться. Книжка с наклейками. Так, где тут сам медвежонок, которого надо одевать? Наверное, вот эти, да? Мишки. А, ну да, мои мишки, помоги нам выбрать одежду. И идёт одежда наклейками. Мне кажется, Алиске это должно понравиться. В общем, можно с собой взять такую книжку. Так, по-любому надо взять что-то рисовать. Наверное, возьму вот этот её любимый пенальчик. Он у нас, по-моему, из Испании. Ещё в Испании был куплен. Уже ему больше года. И он такой, кошечка, любимый. Алисенька, тебе что лучше взять? Карандаши или фломастеры с тобой? Чем ты больше? Фломастерами больше любишь рисовать? О, фломастеры тут все в перемешку лежат. Ладно, сейчас будем выбирать. А я буду играть в машинку. Ой, это, кстати, тоже из Испании штучка. Сложила Алисе фломастеры по принципу радуги. А что у тебя? Всё-таки наше мышление очень отличается. Её поколение и моё. Маля, а можно я её очень мало не люблю? Ну, бери, будешь спать на ней. Ура! Завтра же рано утром едем, придётся спать. На столке берёшь, да? Просто это моя любимая курочка. Она делает, что ты разрешишь её взять. И ты разрешу? Конечно, разрешу. Моя косочка! Короче, почему я говорю, что отличается мышление? Потому что я кинулась собирать сразу какие-то раскраски, фломастеры, карандаши. Как-то, наверное, ассоциируя, чем бы я в своём детстве занялась, пока мама там по врачам ходит. А спрашиваю Алису, говорю, что ты с собой возьмёшь? Она говорит, так, надо айфон зарядить. Я такая думаю, ну да. Можно, наверное, кроме телефона ничего было бы и не брать. Не, Алиса не из тех детей, которые только в телефоне сидят. Поэтому мы брать будем. Я уверена, что она всем этим завтра будет заниматься в Киеве. Так, вещи, которые я возьму, будут лежать у меня на ковре. Так, карандаши по тому же принципу. Подточу сразу дома, чтобы с собой точилки не тащить. Но один день ей хватит точно. Думаю, не поломает. Каждый охотник желает знать зелёный. Тадоса, ты дырёшь? Не, нормально. Где? Какой голубой выбрать? Тут на выбор оттенков море. Наверное, вот этот, да, поярче? Где сидит фазан? Где голубой? А ну, когда он заточился, то он легко проникнулся. А, у него... Видишь? Когда он... Чувствуешь, ты чувствуешь, когда он заточился. Так, и чёрный, и коричневый ещё. Так, вот такие цвета я выбрала карандашей. А сюда, я думаю, сложить ручки. Есть очень классные ручки. Тоже, кстати, из Испании. Вот, по-моему, Машан в Испании был. И они очень тоненько пишут. Классно. А сейчас надо выбрать цвета. Сколько нам цветов сюда? Может, сюда и все поместится? Сейчас посмотрим. Вот такие толстенькие. Ну, самые такие, какие могут пригодиться. Синие, фиолетовое. Да, они сюда влажат. По-моему, у этих двух ручек колпочки перепутали. Одна темнее, вторая светлее. А, по-моему, у этого Саняка спеющая. Влезет, не влезет. А, возьмём эти цвета. Закроется, закроется. Так, это есть лис. Алиса, я собрала тебе ручки, фломастеры и карандаши. Ой. Я ещё хочу вот эту вот взять книжечку. Это тоже книжечка из Испании. Здесь есть калька. Ей можно обводить. Раньше Алиса не хотела это делать. Может, уже сейчас захочет, но не знаю. Она, видите, просто раскрашивала, но не обводила по кальке. Сам рисунок. Ей было интересно просто раскрасить. Они, конечно, тут такие совсем детские, но... Ну, хотя обводить, чтобы руку тренировать. Вот это довольно сложный рисунок. Правильно же? Это они, видишь, как это сделали? Типа ты обводишь, а потом тебе пример для раскрашивания. Круто. Я у нас таких не видела. Обрываешь кальку и тебе прикладили размалёвку. Хотя вот здесь так не получается. Паруозик обводишь, а тут рыба. А, тут как-то они оба. Пример и он, потому что они маленькие размеры. Так, Алис, что тут на твоём платье коты спят, а? Что платье на кровати делает? Не знаю. Семейство Маниных. Посмотри, какие две булочки спят на моей кровати. Там спит на твоей кровати. Моя химба как растянула. Ну, да, твой котик. А это Мира или Снежок-Снежок? Это Снежок. А Мира где? А Мира наверху спала. А, у папы. Я её случайно разбудила. Погладить-ка. Ясно. Так, Лисюшка тут уже разложила то, что сама приготовила. Я беру книжку. Вторую. Так, ещё надо взять какую-то... Это у нас можно приравнять к раскраске. Я знаю, что Симбу нельзя взять. А, не, ну Симбу с тобой, конечно, нельзя взять. Ещё надо пустые листики взять рисовать. Тут и Тим спит под ногами. Конечно, альбомчик был бы удобнее в этом случае. Но вот Алиса любит именно на листиках рисовать. Один порисовала, выкинула. Ну, или мне подарила, там я сохранила. Так, Катя Алисе дала вот такой чемоданчик. Алис, смотри, какой Катя тебе маленький компактный чемоданчик нашла. Давай складывай туда свои вещи. Я ещё... Это ещё не все мои вещи. Надеюсь, там нету Катиных вещей. Ну, нет уж, раз она его принесла. Ух ты! Это сюда ты сложишь колготки, там трусики запасные. Отстегни их. Да. Да, вот. А туда складывай свои вещи, кроме подушки. Подушку ты в машину возьмёшь. Фуфлик. Бублик. Вот, ложись. Не бойся. Батон едет с нами, я так понимаю. Скочил. Батон. Батон, ты займёшь весь чемодан просто. Да, Батон. А вот симпочка не вся. Давай сначала настольки положи, настольные игры. Не бойся, Бублик. Мама рядышком. Вот. Мама рядышком. Ты будешь в чемодане. А, ты его мама? Не бойся. Не бойся, Бублик. Мама будет рядом. Так. Не забудь, что у тебя есть ребёнок. Лисюш, давай скорее вторую игру. Мне ещё документы все складывать, которые как раз важно не забыть. Мне уже здесь сердце надо найти своё. Кучу всего. Так. О, вот это ещё? Да, вот это ложи. Как раз такой чемоданчик под твои вещи. И пойдём одежду выберём тебе с собой. Хорошо. Вот здесь ты будешь Бублик. Тебе удобно, Бублик? А здесь будет... Листики. Листики вот там, где ты хотела, спереди. Смотри, закрой сейчас чемодан. Вот это открывай, и сюда сложишь листики. И сюда и книжку ложи. Начни с книжки лучше, чтобы они не помялись. Не бойся. Они не помялись. Не влазит, вынимай. Не влазь. Вот в ту верхнюю. Открывай верхнюю. Вот сюда листики поместятся. Их надо аккуратно сложить. Возьми вместе с книжкой их положи. Вот у промишек. Тогда они не помнутся. Можешь их в середину книжки положить. В серединку. А? Да, открой книжку и в серединку положи листики. Поняла. Тогда будет удобно. Ух ты! Да, там можно Мишке клеить одежду. Завтра займемся в Киеве. Надо еще хоть одни прописи с собой взять, чтобы бабушка была довольна. А, сюда забыла. Ты не туда. О, лезла. Застегивай. Подожди, еще вот это. Да. А вот эту можешь сюда? Эту можешь сюда. А, сюда. Хорошо. Да. Отлично. Прекрасно. Порисовать у тебя теперь есть? Так. Чесалка для спины. Чесалка для спины нам там не пригодится. Ничего. Буду спину чесать, когда захочу. Алис, лишние вещи брать не надо. Алис, тебе еще одежду туда сложить? Да, нам надо одежду пойти сложить. Вот, давай возьмем вот эту логическую игру. Места занимает мало, а игра очень классная. Сережа с Алисой в ней очень любят играть. Ну, тут на одного игрока они по очереди играют. Так, возьму я с собой одежду. Так, я беру одежду, футболочка такая вот. И шортики такие вот от футболки. Да, Алис соберет легкий костюм. Сама, кстати, собирала всю свою одежду. Так, вот пижама мягенькая. Вот теплый костюм. Потому что она не знает то жилье, которое мы будем снимать завтра в Киеве. Там холодно или тепло. Вот, вещи она все собирает сама. Ну, ты же складывай, давай, красиво складывай их в чемодан. А наушнички вынеми, ты их, скорее всего, наденешь в машине, раз они тебе так нравятся. В машине в шапке жарко, в наушниках самое оно. Ах, как приятно. Алиса любит этих собушек. Я уже не помню, где их когда покупала. Давай, складывай все, давай. Хорошо. Сначала это. Это все. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И еще пополам. И вот так. Кто как складывает одежду. А я пополам сначала складываю, а потом... Ложи, ложи в чемодан. Сюда? Да. Где игры? Да? У тебя же один чемодан. У тебя один чемодан для всего. Должно поместиться... Все твои вещи должны поместиться в один чемодан. И вот здесь штанишки. Ой. Как-то получилось не красиво. Пополам их сначала сложи. Одну штанину на другую положи. Прожди. Так. 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 Тоже прикол не так, как я складываю. Таня, не впихивай эти вещи там помнутся. Что я прям... Так. Теперь... Шерчки. Ну и слегка, наверное, будет. Просто так. Так. И ложим. Видишь? И вот футболочек. Дочь, еще колгутки пойдешь найдешь. Так. 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 Какая умничка. Сама свой чемодан собирает. Так. Молодичек. Человечек-молодичек. Да. Та-та. Продолжение следует...